Моя планета представляет Должно быть, вы обо мне уже слышали. Я Александр Пряников, и я очень люблю путешествовать. Куда бы я ни приехал, первым делом отправляюсь на рынок или барахолку. Вот где моя стихия. Рынок – это то самое место, где вы узнаете о стране больше, чем из любого путеводителя. Кровь моя здесь кипит от адреналина. Нет ничего лучше, чем торговаться за какую-нибудь мелочь. Я его топтал. Я прихожу в восторг, когда вижу, что товар, который стоит миллионы, я могу купить за копейки. Я отправляюсь в путешествие, чтобы пополнить свою коллекцию. И с каждой поездки я привожу что-то уникальное. Фигурки, чашки, рюмки, картинки, одежду, что угодно. Для меня они бесценны. Это моя прелесть. Вместе с вами мы посетим самые лучшие рынки мира. Услышим их звуки, почувствуем ароматы. А самое главное – узнаем потрясающих людей, которые и есть… Мировой рынок! Сказать по-честному, я всегда заочно любил этот губ. Я был в город и мечтал в нем побывать. И вот я здесь. И с первых секунд пребывания в этом городе меня не покидает ощущение, что в кои-то веки моя интуиция меня не подвела. Здесь я чувствую себя как дома. Как всякий путешественник и первооткрыватель, я должен был родиться в этом городе, основанном путешественниками и первооткрывателями. Именно отсюда стартовали их экспедиции, благодаря которым были сделаны величайшие географические открытия. Честно сказать, само местоположение этого города просто-таки обязывало здешних жителей попасть в историю, а заодно и в географию. Судите сами, за моей спиной Атлантический океан. Налево пойдешь, в Средиземное море попадешь, направо Ла-Манш и Северные моря. Если двигаться отсюда строго по прямой, рано или поздно упрешься в Америку. На мой взгляд, девиз нашего канала должен красоваться на гербе этого города, потому что все путешествия начинались и начинаются здесь. Друзья мои, я Пряников Александр и программа «Мировой рынок» приглашаем вас в Лиссабон, столицу Португалии. Португалия – одно из старейших государств в Европе, а ее столица – один из самых древних европейских городов. Современный Лиссабон расположен там, где когда-то был город Алисубо. Основан он был финикийцами. Скорее всего, страсть к путешествиям и географическим открытиям португальцы унаследовали от них. В переводе с финикийского «Алисубо» означает «уютная бухта». Тысячи лет спустя из этой бухты в долгие плавни уходили корабли Васко де Гамы, Бартоломео Диаша и Фернана Магеллана – главных местных первооткрывателей. Их стараниями Португалия превратилась в могущественную империю. Ее владения простирались от Бразилии на западе до Малукских островов на востоке. Добавьте к этому часть восточного и западного побережья Африки и восхититесь масштабами. В современном Лиссабоне многое напоминает о его великом имперском прошлом – дворцы, триумфальные арки и другие впечатляющие архитектурные конструкции. Внимание, вопрос. Что роднит сооружение за моей спиной и Эйфелеву башню? Ну, во-первых, его построил ученик Эйфелев. Во-вторых, как и Эйфелеву башню, это безусловный символ города. А вот дальше начинаются различия. Эйфелеву башню не несет на себе никакой практической нагрузки. Это чисто французский инженерный Лёва Пендрёж. И она вам может пригодиться только в том случае, если вы захотите сделать селфи на высоте 300 метров в окружении китайских туристов. А вот эта башня не совсем башня, а шахта лифта, которая соединяет два района города – верхний и нижний. Таким образом, на мой взгляд, это один из самых полезных символов городов мира. Француз Рауль Миньеде Бонсар построил это чудо технической мысли на рубеже 19-го и 20-го веков. Получивший название «Санта-Жуста», лифт связал Лиссабонский район Байшу с районом Вейру-Алту. На лифте из одной части города в другую, по идее, можно попасть за пять минут. Второй безусловный и полезный символ Лиссабона – это старый трамвай. который ходит по знаменитому 28-му маршруту. Поговаривают, что он настолько старый, что на нем ездили еще Васко Дагамо и Фернан Магеллан, когда возвращались из своих путешествий в эпоху великих географических открытий. А теперь забудьте все, что я вам говорил о пользе этих символов. Для того, чтобы попасть в лифт, вам нужно отстоять полуторачасовую очередь. Да и в этом трамвае местные давным-давно уже не ездят. Все оккупировали туристы. На некотором удалении от туристических троп Лиссабона находится район Алвалад. 28-й трамвай здесь не ходит, рельсов нет, поэтому и туристов здесь не бывает. Хотя заглянуть им сюда был бы не лишним. Наконец-то я понял главное, ребята. Все рынки в России построили португальцы. Доказательство этому с моей спиной. Обратите внимание, вот такие жизнерадостные конструкции из серого бетона и стекла вы можете встретить практически в любом российском областном центре. Этот рынок называется Алвалад. И располагается он в фешенебельном районе Лиссабона. И сейчас я вам покажу, как выглядит типичный рынок для своих, о котором пока еще не пронюхали туристы. Прошу за мной. Рынок Алвалад расположен по адресу. Авеню Рио-де-Жанейро, дом 27. Из центра города, от площади Россиу, сюда проще всего добраться на метро. Садитесь на поезд на зеленой ветке на станции Россиу. Проезжайте 8 остановок до станции Алвалад и оттуда еще 5 минут пешком. Ну и вы у цели. Так, ну и что же сразу бросается в глаза, когда заходишь на рынок? Рыба. Мы много раз снимали средиземноморские рыбные рынки. Настолько много, что я уж там каждую рыбу в лицо знаю. И вот впервые добрались до Атлантического океана. А здесь вся рыба в основном оттуда. Ну и чем же отличается на первый взгляд атлантическая рыба от средиземноморской? Тем же, чем и Атлантический океан отличается от Средиземного моря размерами. Это рыба больше. Давайте попробуем углубиться в детали. Знакомьтесь, экспонат номер один – пешеспада или рыба-сабля. Одна из самых популярных местных рыб. Португальцы чего только из нее не делают. И на гриле, и суп, и солят, и просто так жарят. У нее плотное вкусное белое мясо. Из костей один позвоночник, да и тот заканчивается где-то вот здесь. То есть фактически это получается такая рыба-колбаса. Ну и обратите внимание на ее удивленное лицо. Примерно с таким я лицом заполняю в конце года налоговую декларацию. А вот так выглядит лицо моего налогового инспектора. Ну, шучу, шучу. Это морской черт. И главная ценность этой рыбы в ее печени – вот она. Местные ее обжаривают, добавляют рис, и получается популярное народное блюдо – рожде тамбурью. А вот это, ребята, главный рыбный символ Португалии. Знакомьтесь, бакаляу – она же котфиш, она же треска. Португальцы знают 365 способов ее приготовления по числу дней в году. Едят на дни рождения, на свадьбы, на похороны, на Рождество, Новый год, Бармитсву и Пейсах. А теперь самое интересное. Главный рыбный символ Португалии в самой Португалии не ловится. Они ходят за ней к берегам Канады, ну или в Норвегию. Слушайте, пойдемте отсюда, она мне еще там надоела. Пару лет назад был опубликован международный рейтинг – самые лучшие рыбы мира. И первое место в этом рейтинге принадлежит не Франции, не Испании, не Италии и даже не азиатским странам. На первом месте расположилась Португалия. Местная рыба признана самой свежей и самой дешевой в мире. А это потому, что Португалия вытянута вдоль Атлантического океана. И ловить рыбу здесь приятно, легко и не затратно. Поэтому большинство японских сушибаров во всем мире используют именно португальскую рыбу. Но на этом связь Японии и Португалии не заканчивается. Португальцы первыми из европейцев достигли берегов Японии и наладили с ними торговые отношения. В современном японском языке около 200 слов, имеющих португальское происхождение. Самое известное из них – арригато. Происходит от португальского «абригадо». Спасибо. Впрочем, не рыба единый жив, а лвалат. Купить на этом рынке можно и мясо, и овощи, за которыми сюда регулярно приходят местные жители. Кстати, средний возраст посетителей рынка – 60+. Надеюсь, ниже следующая информация заинтересует и их, и вас, мои дорогие, и вечно юные телезрители. А вот еще один продукт, который вы нигде, кроме как в Португалии, не встретите. Это разновидность капусты. И готовят из нее местный популярный суп под названием «Колдуверды». Готовят просто. Берут вот эту капусту, картошку, морковку, варят, потом перемалывают в блендере, добавляют пару капель растительного масла и колбаски чоризу. А сейчас мы с вами поговорим о другом супе. И называется он борщ. Настало время нашей самой любимой рубрики «Индекс борща», дорогие мои. Борщ – блюдо уникальное и всем известное. Входит в него более 20 ингредиентов. Представлены все группы товаров – мясо, молоко, овощи, специи. А «Индекс борща» – это самый простой способ выяснить, сколько стоят ингредиенты для трех литров борща, согласно классическому рецепту Вильяма Похлебкина. Так мы наглядно показываем вам средний уровень местных цен на самые ходовые продукты. А для объективности подсчета стоимость каждого ингредиента высчитываем вплоть до грамма. Напоминаю положение дел в турнирной таблице. На данный момент самые дорогие продукты для борща можно приобрести в столице Франции и Париже. Самый дешевый – в столице Грузии – Тбилиси. Между Парижем и Тбилиси – Вик, Барселона, Турин, Прага, Загреб, Казань, Сайда, Петербург, Ереван, Астрахань, Калининград, Белград, Баку и Македонский Охрид. А теперь внимание! На центральном продуктовом рынке Лиссабона, столице Португалии, ингредиенты для трех литров борща обошлись мне в 13 евро 30 евроцента, что равняется 914 рублям. Таким образом, Лиссабон занимает в нашем рейтинге почетное место между столицей Пьемонта – Турином и столицей Каталонии – Барселоной. Как говорят местные жители, а бригаду всем и каждому. А теперь за моей спиной находится рынок Меркадо де Кампо де Орик. Некоторое время назад он выглядел примерно так же, как рынок Алвалат, на котором только что побывали. Затем сюда пришла команда молодых, бородатых и энергичных людей и полностью его преобразила. И сейчас одним из этих людей я вас и познакомлю. Рынок Меркадо де Кампо де Орик находится по адресу улицы Коэльо-Дароша, дом 104. Чтобы добраться сюда из центра Лиссабона, можно и нужно сесть на легендарный 28-й трамвай, проехать ровно 10 остановок, а потом еще пару минут прогуляться пешком. Общее время в пути 25 минут. Передо мной Родриго Серилу, главный человек на этом рынке. Родриго, 8. Родриго, насколько я знаю, ваш рынок еще недавно ничем не отличался от традиционных продуктовых рынков Португалии. Как же вам пришла в голову идея превратить его в одно из самых модных мест города? У нас в городе не то чтобы хорошая ситуация с рынками. Рынки, как традиционное место купли-продажи товаров, уходят в прошлое. Новому поколению гораздо проще и понятнее покупать продукты в супермаркетах. На рынки же у нас ходят в основном люди постарше. Но несколько лет назад власти нашего города устроили конкурс, смысл которого был вдохнуть в рынки новую жизнь. Конкурс выиграла наша компания. Наша идея была открыть здесь кафе и рестораны, где можно было бы попробовать все то, что здесь продается. Реорганизовывая этот рынок, на кого вы ориентировались? Может быть, на рынок Ля-Боккерия в Барселоне? Точно! И еще на точно такой же рынок в Мадриде. Конечно, мы позаимствовали их идеи и опыт, но адаптировали их под нужды местной публики. Район, в котором расположен наш рынок, испокон века был территорией немолодых и обеспеченных людей. Мы же решили привлечь сюда молодежь, и за пару лет она полностью его преобразила. Сейчас население района заметно омолодилось. В этом я вижу и нашу заслугу. А как цены на рынки? Выросли? Рынок для нас – это прежде всего бизнес, а не благотворительность. Конечно, наша главная цель – извлечение прибыли. Но задирать цены – не самый лучший вариант эту прибыль извлечь. Так что цены мы не меняли, изменили только ассортимент рыночных услуг. Ну, хочу теперь сам все увидеть и все попробовать. Конечно, пошли. Что происходит, дружище? Перед вами традиционный португальский способ приготовления колбасы чоризо. Мы готовим ее на открытом огне при помощи вот такой штуковины. Не знаю, как она называется по-английски, а по-португальски она называется асидори. Асидори? Да, для начала мы добавляем на дно немного крепкого алкоголя. Это может быть все, что угодно. Водка, например, или виски. Поджигаем его. Перед тем, как начать жарить колбасу, необходимо ее слегка надрезать по всей длине. А когда она готова, разрезать на маленькие части и подавать к столу. Это чоризо из породы черных свиней, которые разводятся на границе Португалии и Испании. Друзья мои, ну вот разного рода гриль в России сегодня раскручены, и мы можем уже попробовать мясо, приготовленное на американском гриле, в венгерском стиле, по-немецки. Но вот такой приборчик я вижу впервые. Что-то его роднит с грузинским кец. Если помните, такие глиняные тарелочки, в которых запекаются разного рода виды мяса в печке, как правило. Гия, расскажите, в чем смысл кец? Они обожгенные, долго держатся. И врачи рекомендуют, чтобы на него готовиться полезно для здоровья. Полезно для здоровья. А какие блюда готовятся в кеце? Можно шашлыки жарить, грибы жарить, хачапуры сделать. Всякие блюда, потому что это долго держится, не остывает. Можно чмирулы делать, можно острые готовить, чашлыки жарить, хачапуры делать. Когда на стол ложишь, долго держится. Долго держится, температура. Не остывает, температура. Но вот этот механизм в корне отличается от всего, что мы видели до этого. Обратите внимание, в этой глиняной свинье внутри горит любой алкоголь, который у нее нальете. Сверху на эти специальные перекладины кладется колбаска. Это блестящий способ приготовить гриль, ну, в частности, у себя на кухне. И вкус этой колбаски будет зависеть от того алкоголя, который вы выберете для того, чтобы его поджечь и приготовить в нем колбаску. Но, согласитесь, более романтического гриля вы до этого момента не встречали. Если вы хотя бы раз в жизни ели чуризу в ее натуральном виде, честно признаться, колбаса слегка суховата. Ее много не съешь. Если вы когда-нибудь пытались жарить копченую колбасу на костре, сами понимаете, нужно сначала развести костер, найти копченую колбасу, и настроение, чтобы это сделать. А вот такой способ приготовления чуризу, быстрый, незатратный. И, в общем-то, вы не рискуете сжечь кухню после того, как вы приготовите эту вкусную еду. Фантастика. Колбаса чуризу. Всего 4 евро за штуку. Гениальный прибор для ее приготовления айсидори в среднем 8 евро. Перед вами наш лучший сыр. Попробуйте. Ну, давайте попробуем их плавленый сырок. Так. А можно есть сыр с чуризу? Да, вполне. Или с джемом. Перед вами джем из инжира, а это из тыквы. Тыквенный джем? Неожиданно. Смысл в том, чтобы ощущать во рту солоноватый привкус сыра одновременно со сладким вкусом джема. Очень вкусно получается. Ну, что я могу сказать? Приятный сырок. Это козий сыр, да? Да. Приятный сырок. Он гораздо более, что ли, сливочный, чем его братья-конкуренты, скажем, из Испании или из Франции. Не такой вонючий, как французский. Его можно есть на завтрак, и не нужно после этого чистить зубы. Это сыр из центральных районов Португалии. Наш лучший овечий сыр. Он чуть более соленый на вкус. Да, но вкус у него более насыщенный, на мой взгляд. И он чуть тверже. Козий сыр. 5,5 евро за кило. Овечий сыр чуть дешевле. За килограмм просят ровно 4 евро. Ну и, наконец, мне нужно попробовать вот это. Да, это свиной окорок. Это своего рода португальский хамон, верно? А как, кстати, вы его называете в Португалии? Презунту. Вот такой окорок выдерживается 24 месяца. А что, кстати, испанцы говорят о вашем хамоне? Есть вообще какая-то разница между ними? Разницы особой нет. Наш выдерживается в течение двух лет. Испанцы могут выдерживать и дольше, но у него, на мой взгляд, более резкий вкус. Здесь я с радостью соглашусь с моим собеседником. Испанский хамон имеет гораздо более резкий вкус. Знаете, нужно быть более опытным едоком, чтобы предпочесть испанский хамон всем остальным. Если же вы начинающий любитель хамона, советую начинать с хамона португальского, потому что он не такой резкий. Нет вот этого, знаете, странного вкуса, который указывает на то, что мясо долго выдерживалось. Не все его любят. Поэтому, если хотите начинать знакомиться с этим дивным продуктом, смело убирайте португальский. И стоит он, мне кажется, дешевле. Ммм, нежный, словно масло. Да, вы правы. Сколько лет выдержки? Пять? Да, пять. Пятилетний хамон. Невероятно вкусно. Действительно, очень сильно насыщенный вкус. И этот вкус еще долго будет мне напоминать о том, что я ел когда-то лучший хамон в мире. Прав ли я говоря, что ваш хамон дешевле, чем испанский? Зависит от породы свиней, из которых вы его готовите, и от того, сколько по времени вы его выдерживаете. Но в целом, да, вы правы, наш дешевле. Что ж, с мясом закончили? Пойдемте к рыбе, что ли? Пойдем. Резунту или португальский ответ испанскому хамону. 14 евро за 100 граммов. 140 евро за кило. Кажется, он меня привел в консерваторию. Вы знаете, у нас в стране бытует несколько стереотипов о консервах. Во-первых, считается, что это еда бедняков. А во-вторых, в рыбные консервы обычно кладут рыбу не самого лучшего качества. Это не так. Рыба, которая содержится в этих консервах по своему качеству, ни в чем не уступает свежей рыбе, которую вы можете купить у нас же. Но вы отчасти правы в том, что консервы и в самом деле считались едой для бедных. Но это было давно, и те времена прошли. Сейчас вы можете купить у нас просто великолепные рыбные консервы. Вот, к примеру, сардины в оливковом масле. Или вот сардины в остром соусе и оливковом масле. А вот сардины в томатном соусе. В томатном соусе. Знаете, когда я был студентом, нечто подобное было крайне популярно и у нас в стране. Ведь когда ты студент, это значит, что у тебя денег нет совсем. И вот в те времена у нас на каждом углу продавались консервы, которые назывались килька в томате. Сможете повторить? Килька? Килька в томате. Килька в томате. Это была такая малюсенькая рыбка в томатном соусе. А что за рыба-то? Понять не имею, как она называется по-английски. Просто килька. Наверное, это такая же маленькая рыбка, как и сардины. Да, наверное, килька – это русская сестра ваших сардин. В следующий раз, когда сюда приеду, обязательно привезу с собой баночку. Вы будете потрясены, гарантирую. Честно говоря, глядя на эти консервы, создается впечатление, что сделаны они были в 19 веке. Это сделано специально. Их дизайн выдержан в ретро-стиле, потому что это нравится покупателям. Такая, знаете ли, светлая ностальгия по старым добрым временам. Вот хороший пример. Смотрите, какой шрифт, оформление. Ностальгия в чистом виде. Ну вот вам, друзья, еще один хороший пример сувенира, который можно увезти из Португалии. Это замечательные консервы, оформленные в ретро-стиле. Они наверняка украсят вашу хрущевку. Будут храниться долго, и будете уверены, в них содержатся высококачественные продукты. Португальские консервы – гордость всех местных жителей. Цена вопроса в среднем 10 евро за банку. Родриго, спасибо вам огромное за прекрасную экскурсию по вашему замечательному рынку. Не за что. Обязательно приезжайте к нам еще. Мне было очень приятно. Надеюсь увидеть вас у нас еще не один раз. Так, поговорили с молодыми энергичными, а теперь самое время послушать тех, кто торговал на этом рынке, когда еще этих молодых энергичных и на свете-то не было. Знакомьтесь, Дон Аврора. Она торгует на этом рынке 64 года. За это время Португалия перестала быть военной диктатурой и стала демократическим государством. Здесь сменилось 9 президентов, а Дон Аврора как продавала свои фрукты, так и продает до сегодняшнего дня. Дон Аврора, ну и как вам нравится, во что рынок превратился сегодня? Мне очень нравится наш новый рынок. Здесь появилось огромное количество новых людей. Молодых, красивых, талантливых. До этого рынок, конечно, переживал не лучшие времена. Здесь почти не было покупателей. А с приходом этих ребят появились новые клиенты. Это сказалось и на моей торговле, в частности. Я стала больше продавать. Дон Аврора, вот после всех этих модных изменений на рынке цены выросли? Нет, цены остались без изменений. А вот качество изменилось. Продукты теперь стали гораздо лучше, чем раньше. Дон Аврора, спасибо вам большое за развернутый ответ. И надеюсь, когда я вернусь сюда через 64 года, застать вас на этом же месте. Спасибо. Абригада. Спасибо. А теперь мораль. Во второй части программы вы увидите рынок воров. Лучшие товары с лучшего блошиного рынка Лиссабона. Здесь торговаться сложно. Ну, вы хотя бы попробовали. Давайте за 22. 23. Ну хорошо, 23. Маленькая, но победа. Керамика со смыслом. Всё, что вам надо знать о португальском азулейжу. То есть, получается, каждый может прийти, отковырять себе старинную плитку? Конечно, официально это запрещено, но... Я понял, можете не продолжать. Без бутылки не разберёшься. То есть, получается, этому вину 36 лет? Да. Это, кстати, вино очень известного у нас в стране винного дома. Баллада о фаду. Всё о самой главной португальской музыке. Как по-вашему, в чём главная прелесть фаду? Главная прелесть фаду – это саудат. Что это такое, объяснить очень трудно, если вы не португалец. Это что-то вроде светлой тоски по тому, чего никогда не может быть. Рыбий пир. Изучаем ассортимент главного рыбного рынка столицы Португалии. А вот так выглядит лицо моего налогового инспектора. Ну, шучу-шучу. Треска по родине. Главный рыбный символ Португалии в самой Португалии не ловится. Они ходят за ней к берегам Канады, ну или в Норвегию. Модный базар. Как превратить некогда обычный рынок в самое стильное место города? Реорганизовываю этот рынок. На кого вы ориентировались? Может быть, на рынок Ля-Бок-Кириэ в Барселоне? Точно. И еще на точно такой же рынок в Мадриде. Конечно, мы позаимствовали их идеи и опыт, но адаптировали их под нужды местной публики. В 15 веке Лиссабон был самым богатым и роскошным городом Европы. Три века спустя он был уничтожен землетрясением. Погибли 40 тысяч человек. В руины превратились 300 дворцов, свыше 100 храмов. Еще три века спустя, в 21 столетии, Лиссабон вновь на подъеме. Убедиться в этом можно, в частности, на местных рынках. На один из них я, кстати, вас и приглашаю. Карма, ты допила свой кофе? Да, допила. Ты, кстати, знаешь, что португальцы – одни из главных потребителей кофе в мире? Более того, это же мы открыли кофе всему миру, привезя его из Бразилии, нашей бывшей колонии, в эпоху великих географических открытий. А ты знаешь, что я здесь не только ради кофе? Пойдем скорее посмотрим, чем здесь можно поживиться. Хочу купить на память что-нибудь типичное, португальское, но не за миллион евро. Конечно, пойдем. Самый старый блошиный рынок Португалии – Фейра-де-Ладро – расположен в самом колоритном районе Лиссабона. Называется он Алфама. Рынок занимает всю улицу Кампо де Санта-Клара. От центра города сюда проще всего добраться на все том же легендарном трамвай номер 28. Вам нужна остановка Сан-Винсенте. От нее еще три минуты пешком, и вы на месте. Какая любопытная вещица. Да, это дверной звонок. Можно повесить его перед входом в дом или в коридоре. Он украшен черным петушком. Он называется Барселуш. Это один из главных символов нашей страны. Должен тебе сказать, что для своей коллекции я покупаю не то, что попало, а только те вещи, которые имеют практическую ценность. Ну так вот же она. Друзья мои, ну то есть это, конечно, полезная вещь, которая может служить вам и сегодня. Достаточно повесить ее где-нибудь рядом с дверью. Но только если вы задумаете покупать нечто подобное, мой вам добрый совет – вешайте ее повыше. Потому что если в доме есть дети, они вас замучают вот этим звуком. А здесь можно торговаться? Ну, во всяком случае, можно попытаться. Тогда давай узнаем цену. 15 евро. Отдадите два по цене одного. Два стоят 25. Нет, ну два – это уже пара. То есть два – это если ты вешаешь, одну можно повесить около двери, чтобы, значит, гости давали о себе знать, вторую у себя в спальне, чтобы призывать слуг на пару лучше, чем один. 20? А за 20? 20? Maybe. Здесь торговаться сложно. Ну, вы хотя бы попробовали. Давайте за 22. 23. Ну хорошо, 23 – маленькая, но победа. Пара традиционных португальских дверных звонков – 23 евро, дорогие мои. Карма, это, я так понимаю, азулижу? Совершенно верно. Это один из самых главных символов нашей страны. Подобными керамическими плитками облицованы у нас почти все дома. Кстати, многие считают, что самые традиционные азулижу – бело-голубые. Это не совсем так. Бело-голубые плитки у нас появились только в 18 веке, под влиянием китайского фарфора, после того, как наши купцы наладили торговые отношения с Китаем. А какие же тогда самые традиционные? Бело-голубые тоже традиционные, но не менее традиционные – желто-голубые и зеленые. Здесь, кстати, перед вами азулижу разных столетий. Вот, к примеру, плитки 18 века. А есть какая-нибудь разница в стиле азулижу? Зависит от того, для какой цели они использовались – для внутреннего декора или для внешнего. В этом году, кстати, исполняется 261 год со дня землетрясения, практически полностью уничтожившего Лиссабон. Так вот, покрывать плитки дома снаружи стали только после землетрясения. Делать это стали по двум причинам. Во-первых, азулижу красивы и не так дорого стоили. Во-вторых, они прекрасно защищали фасады домов от осадков. А где местные продавцы обычно берут эти азулижу? Иногда они покупают их на фабриках. В окрестностях Лиссабона еще остались фабрики, занимающиеся их производством. Иногда откалывают прямо с фасадов старых домов, находящихся на реставрации. То есть, получается, каждый может прийти отковырять себе старинную плитку? Конечно, официально это запрещено, но... Я понял, можете не продолжать. Так, мне больше всего вот эта плитка нравится. Да, очень красивая. Это 19 век. А сколько она стоит? Пять евро. Пять евро? Я бы за такую и десять не пожалел. Ну, я не знаю, сможете ли вы найти лучший сувенир, чтобы привезти из Лиссабона, потому что это есть его безусловный символ. Стоит всего пять евро за изделие 19 века. И больше того, если вы это купите, это не должно храниться где-то в темном шкафу. Вы можете поместить это на стену, можете использовать это каждый день. Вы знаете, я, пожалуй, куплю сразу четыре таких плитки. Азулижу. Безусловный символ Португалии, проверенный временем. Всего пять евро за штуку. А вот какая интересная керамика. Тут и овощи, и рыба. Эта керамика – одно из самых известных наших фабрик, расположенных в городе Калдаш-де-Раиня. Ее начали делать в начале прошлого века. Придумал ее человек по имени Бурдалу Биньяйру. Он решил воссоздавать в керамике традиционные португальские блюда в соотношении один к одному. Вот, к примеру, керамическое блюдо с лобстером. Многим португальцам нравится украшать такими вещицами свои дома. А как они их ими украшают? Кто как. Кто-то вешает на стену в кухне или в гостиной. Вот, смотрите, португальская капуста во всех ее вариантах. Рыба, разумеется. Лягушки – тоже традиционная наша тема. Вы здесь что, лягушек едите? Нет, мы ими украшаем дома. Вот сардины. Они очень популярны в Португалии. У нас каждый год проходит сезон сардин, в течение которого мы их дружно едим. Обычно на гриле. С куском хлеба и огромным количеством оливкового масла. Ох, как вкусно вы рассказываете. Спасибо. Но самое главное, что эта керамика делается местными мастерами в точном соответствии с настоящими размерами наших традиционных блюд. Мне кажется, это отличная идея. Если у вас недостаточно денег на все эти деликатесы, то можно просто купить себе какую-нибудь керамику. Да, и создать видимость богатого стола. Верно. Традиционная португальская керамика. В среднем 10 евро за изделие. Не доводил сбывать на десятках блошиных рынков, но нигде прежде я не видел, чтобы кто-то продавал на них вино бутылками. Это что ж за вино такое? Многим кажется, что мы в Португалии пьем только портвейн. А, это не портвейн. Нет, нет. У нас в стране 14 областей, где производят отменное вино. Это, к примеру, вино из окрестностей Лиссабона. Вы знали, что около Лиссабона производят вино? Ну, теперь знаю. Это, к примеру, бутылка урожая 1980 года. 80-го? То есть получается этому вину 36 лет? Да, это, кстати, вино очень известного у нас в стране винного дома. Оно не испортилось? Его, кстати, можно пить? Да, только надо его охладить для начала. Ну, ему же 36 лет. Ну и что? Если все эти годы вино хранилось по всем правилам, пить его можно и нужно. И посмотрите, какая интересная бутылка. Самый главный вопрос – и сколько она стоит? В магазине бутылка такого вина обойдется вам в среднем 35 евро. Это при условии, что вы его там найдете. Здесь же оно стоит 10 евро. 10 евро за бутылку вина, которому 36 лет? Вот давно уже путешествую по рынкам мира. Вы знаете, меня не отпускает мечта купить что-нибудь такое за бесценок, чтобы было по-настоящему ценным. Эту бутылочку вина я, пожалуй, возьму. Попробую предложить своим друзьям в Москве, владельцам разного рода шато, вдруг оно их заинтересует. Но мне кажется, если здесь оно стоит 10 евро, никому не говорите об этом, потому что в Москве оно может стоить тысячи-полторы. Окей, покупаю. А тут у нас что? Здесь продается португальское колониальное наследие. Вы, наверное, знаете, что в свое время нам принадлежала Ангола, Мозамбик, Кабо-Верде, Гвинея, Бессау. Вот это, к примеру, ангольская маска. Это черное дерево? Да, оно. А какие, кстати, сейчас отношения между Португалией и ее бывшими владениями? Нормальные отношения. У нас живет много выходцев из Африки. А португальский язык, кстати, восьмой среди самых популярных языков мира. Во многом это случилось благодаря нашим обширным колониям, потому что в самой Португалии живет всего 10 миллионов человек. Увлекаетесь музыкой? Да, мои родители музыканты. Тогда пойдемте к музыкальному прилавку. Ну что, Саша, пришла показать вам самый главный и самый известный символ Португалии. Как вы думаете, что это? Попробуй угадать. Это портвин? Нет. И это не треска. И даже не сардины. Хотя все думают, что мы только их и едим. Значит, это первые бутсы Криштиану Роналду? Тоже нет. Я говорю о музыке Фаду. Знаете такую? Да, конечно, знаю. На мне очень нравится. Я рада. Фаду – это музыка, которая родилась здесь, в Лиссабоне. Сегодня Фаду является нематериальным наследием ЮНЕСКО. Это огромная часть нашей культуры и истории. Фаду родилось в районе Маурария, в старинном районе Лиссабона в 16 веке. Изначально это была музыка, которую пели рабы, пока их везли в Португалию. Местные моряки переняли их манеру исполнения, добавив к ней много своего. А потом научили этой музыке столичных жителей. Как по-вашему, в чем главная прелесть Фаду? Главная прелесть Фаду – это саудат. Что это такое, объяснить очень трудно, если вы не португалец. Это что-то вроде светлой тоски по тому, чего никогда не может быть. Ах, вот что со мной происходит последние 10 лет. Теперь я знаю, как это называется – саудат. Давайте я покажу вам пластинки главных исполнителей Фаду. Вот, например, да? Нет, не совсем. Это Калдус Рамуш, но я не его имела в виду. Вылитый мой дед в юности. Вот. Клянусь бабушкой. Карлуж де Кармо. Он поет уже почти 50 лет. Очень известный певец. Давайте посмотрим. Может, мы найдем пластинку Амалии Родригес, главной певицы Фаду. А кто ваш любимый исполнитель Фаду? Из старой гвардии или из молодых? Ну, из старой, конечно. Амалия Родригес. С ней никто не сравнится. А вот поглядите, какой красавчик. Тоже известный певец Фаду. Я как-то не разбираюсь в мужской красоте. Мужик как мужик. Но выглядит как джентльмен. Вот, на мой взгляд, Фаду, пожалуй, чемпион среди музыки, которую можно назвать романтичной. Вторая ее особенность. Для Фаду не нужна хорошая акустика класса хай-энд. Мне кажется, даже наоборот, она ее портит. Достаточно поставить такую пластиночку на старенький-старенький проигрыватель. И сделать звук на минимум. И сидеть в полутенном ресторане, освещенном красными фонарями. И попивать порту в компании с прекрасной женщиной. Более идеальной музыки для такого случая не придумать. Но Фаду такая музыка, которую один раз лучше услышать, чем полчаса слушать, как мы о ней рассказываем. Напоследок скажу вам о главном. В мире не так много стран, с которыми у нас, жители России, много общего. И Португалия одна из них. От Москвы до Лиссабона почти 4000 километров. Как до Новосибирска, только в другую сторону. Несмотря на это расстояние, нас и португальцев многое связывает. Москва и Лиссабон – это, если хотите, два крайних фланга Европы. Москва ее самая восточная, а Лиссабон – самая западная столица. Так же, как и Россия, Португалия в свое время была великой империей. Так же, как и нам, португальцам свойственно вздыхать. По временам было увеличие. Это не говоря уже о нашей общей любви к портвейну, путешествиям и романсам. Здесь они, как вы уже поняли, называются Фаду. Словом, не удивляйтесь, если, оказавшись здесь, вы, как и я, почувствуете себя как дома. Так и должно быть. И в заключении еще немного важной информации для вас, дорогие мои телезрители. А теперь давайте закрепим пройденный материал. Второе. Португалия – это рыба. Помним, что несколько лет назад вышел международный рейтинг «Лучшие рыбы мира». И Португалия по праву занимает в нем первое место. Здесь вся рыба свежая, добывается в Атлантическом океане и куда дешевле, чем у их соседей. Второе. Португалия – это Лиссабон. Лиссабон в последнее время активно благоустраивается, не отстает и рынки. Лучший из них – Меркадо де Кампо-де-Арик. Доехать до него можете по знаменитому 28 маршруту на ретро-трамвайчике. Меркадо де Кампо-де-Арик – это, по сути, младший брат знаменитой барселонской бакерии, другими словами, гибрид рынка и ресторана. И здесь у вас есть отличная возможность попробовать свежие местные продукты в готовом виде. В Португалии – это Азулейжо – знаменитая керамическая плитка с рисунком, которыми облицована буквально вся страна. Купить Азулейжо вы можете в любом сувенирном магазине в виде магнитика, но лучше за ними отправляться на фейру до ладу, знаменитый лиссабонский блошиный рынок. Вот этому экземпляру больше 100 лет, и купил я ее, будь смеяться, за 5 евро. Также вы можете купить там все, что португальцам удалось вывезти из своих бывших колоний. И о погоде. В Португалии ветрено. Это ветер, который практически постоянно дует со стороны Атлантического океана. Он несет с собой настоящий воздух свободы. Если долго дышать этим воздухом, вам рано или поздно захочется сняться с якоря, поднять паруса и уйти в неизвестном направлении, как это делали местные жители. Испокон века. У меня все о бригаду за внимание. В данную минуту миллионы людей где-то что-то покупают и продают. А значит, мне надо туда. Я Бряников Александр, и это был Мировой рынок. Удачи в делах. Девять и четыре. Нормально, Вася? Подожди, он поедет. Ну что он стоит? Удачи! Удачи!